ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! С вами инспектор Гаджет. Внутренний голос. Здрасте. У нас в прошлом выпуске был небольшой махач словесный, в котором зрители GamesTV, ну, то есть вы, ну, то есть они, приняли непосредственное участие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Голос, позор нам с тобой и антиреспект. Че такое? Как что? Генеральный план выполнен не был? Какой еще генеральный план? Ну как какой? Обогнать ПФП по комментам. В итоге мы обогнали 42 выпуска. Но ведь 12. Ведь 12-то не обогнали. Это позор, провал, закрытие программы в конце концов. А ведь ты понимаешь, кто, если не инспектор Гаджет, может победить ПФП по комментам? Ну, правда, порадовало другое. Они не смогли выбрать из нас лучшего. В итоге 296 голосов у каждого в кармане. По-моему, неплохо. А это да. Но ведь сам факт того, что они... А что они предлагали сделать проигравшему? А, вот это тема отдельной беседы. Об этом чуть позже. А пока обзорчики, ведь правильно у нас? Что на очереди? MacBook Air. MacBook Air? Почетный гость. С удовольствием принимаем. MacBook Air M003. Apple называет свой ноутбук самым тонким в мире. Однако, это не совсем так. Например, можно вспомнить о Mitsubishi Padeon с толщиной всего 18,4 миллиметра. На 1 миллиметр тоньше, чем у MacBook Air. По сути, позиционирование Air не более, чем рекламный ход. Кроме того, он не является и самым легким ноутбуком. Toshiba, Lenovo, Fujitsu и Sony выпускают лэптопы, вес которых меньше трехфунтового MacBook Air. Зато Apple всегда отличалась хорошей сборкой и безупречным дизайном. Toshiba, Lenovo, Fujitsu и Sony выпускают лэптопы, вес которых меньше трехфунтового MacBook Air. Еще одна особенность, заметная сразу же, как только открыта крышка ноутбука – глянцевый экран. Он бликует, отсвечивает и так далее. Apple приняла правильное решение, установив светодиодную подсветку, но улучшенная яркость не компенсирует зеркальности матрицы. Включается аппарат довольно быстро, но сразу же начинает сильно греться. А после длительной работы от сети, также сильно нагревается зарядное устройство. В остальном это обычный MacBook. Процессор Core 2 Duo с частотой 1,6 ГГц, 2 ГГ памяти, 80-гиговый жесткий диск и встроенная видюха Intel X3100. Оптического привода, разумеется, нет. Его в Air просто некуда вставить, поэтому Apple продает его отдельно. Также в наличии всего один USB-порт, один порт micro DVI для подключения телевизоров и мониторов и гнездо для наушников. Конструктив тоже остался прежним. При работе клавиатура этой машинки создает ощущение некоторой корытообразности. Широкая плоская поверхность и плавно скошенные к низу грани. Вместо нормальной клавиатуры применяются фирменные Apple-овские кнопочки. Удобной ее можно назвать только после некоторого привыкания. Система немного подтормаживает даже на Mac OSI, которая рассчитана на работу со слабыми машинами. Сказывается низкая скорость винта – 4200 оборотов в минуту. Есть также модели с SSD-винтами, но они очень дорогие и не оправдывают таких вложений. В комплекте есть набор программ iLife 08. Титул самых удобных программ этот набор вряд ли заслуживает. Но в общем для простого юзера без особых запросов его возможностей будет достаточно. Самыми занятными нам показались программы для написания собственной музыки GarageBand и утилита PhotoBoost, позволяющие баловаться со съемкой видео и наложением различных эффектов. Это T1000! Скорее, пускай его в лаву! Нет, чуваки! В комплект идет даже специальная версия Microsoft Office. И это большой удар по самолюбию яблочников. Но большой плюс для всех остальных. С технической точки зрения MacBook Air, конечно, оставляет желать лучшего. Отсутствие встроенного сидюка – серьезный минус. Да и соотношение цена-качество у этого ноутбука ужасное. Но он, зараза, симпатичный. Симпатичный настолько, что блондинки, адвокаты и страховые агенты, не задумываясь, выкладывают по 60-80 тысяч рублей. А уж о фанатах яблоко и говорить нечего. Вот тут голос я с тобой полностью согласен. И давай закроем эту тему. Поговорим лучше о том, какую кару для нас выдумали зрители. Ну, то есть вы. То есть они. Интересненько. Угу. Так. Помялся немножко. Вот, например, Саски. Хотя мне кажется, правильнее будет. Саски. Предложил проигравшему съесть кепку или розовый шарф. Сик! Вообще предложил победителя отправить на Кипр. И, видимо, за свой счет. Голос. Может, он нам двоим путевочку оплатит? Может, с тобой одинаковое количество голосов набрали? Хм, иди. Оплатим. А вот Вьячеслав открыл свои потаенные желания. Полюбуйтесь. Пишет. Проигравший голос е... Проигравший голос, ну, это по Фрейду был вопрос. Проигравший голый едет на скейте по улице. Ну, а победитель все это дело снимает на видеокамеру. И ржет. Вопрос только. Че ржать? Может, от холода? Ну, это самый цензурный вариант, который мог быть. Так, едем дальше. Глюканалтус, между прочим, он тоже блеснул. Пишет. Пускай проигравший ведет программу в леопардовых стрингах. Глюканалтус, тебе, похоже, срочно нужно с Вьячеславом познакомиться. У вас одни интересы. Перекрытый просил, чтобы ты пять раз чмоки произнес. Сможешь? Чмоки, 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 чмоки. Эээ, стоп, 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 голос, завязывай. Ты у меня хлеб-то не отбирай. Ладно, там же еще обзоры есть. Что у нас там на очереди? HTC Touch Pro. Угу, понятно. Потом тогда еще поболтаем? HTC Touch Pro. HTC наконец-то взялась за ум и сделала коммуникатор для реальных пацанов. Позвольте представить HTC Touch Pro. Аппарат с дизайнами-фишками HTC Diamond и функциональностью ноутбука. Внешне аппарат выглядит гламурно. Впрочем, это слово тут не очень подходит. Дизайн явно мужской, сдержанный, но симпатичный. Корпус глянцевый, но, что удивительно, особо не пачкается. Если раздвинуть корпус, а аппарат сделан в форм-факторе бокового слайдера, то слева возникает панель клавиатуры. Кстати, это одна из лучших коммуникаторных клавиатур за последние 2-3 года. Клавиши крупные и их много. Пять рядов. Это значит, что место нашлось для всех русских букв. Кнопки хорошо различимы на ощупь и четко срабатывают при нажатии. Например, сценарий этого обзора был набит на HTC Touch Pro. Единственное, что немного раздражает, отсутствие кнопки с флажком Windows на клавиатуре. Экран размером 2,8 дюйма с высоким разрешением 640 на 480. Текст выводится отлично, а на фотографиях отчетливо различимы все детали. При ярком свете картинка немного тускнеет, но остается разборчивой. Хотя надо признать, что в реальной работе от высокого разрешения особой пользы не наблюдается. А вот требования к питанию такой экран увеличивает. Технические характеристики чуть выше среднего. Процессор Qualcomm на 528 МГц, более 280 МГц оперативной памяти и 512 МБ встроенного флэша. Также в наличии приемник GPS и поддержка сетей 3G, Edge, Wi-Fi и Bluetooth 2.0. Плюс большой набор фирменных HTC-шных фишек. Эффектный, но малополезный трехмерный интерфейс, управление жестами, например пролистывание фото и много полезного софта в комплекте. Еще одна нужная фишка – меню в правом верхнем углу экрана со списком активных программ. Правда, надо сказать, что игрушка тяжеленькая. Похоже, это сделано специально, дабы подчеркнуть солидность. Но карман она оттягивает основательно, а уж носить в кармане рубашки его точно не станешь. За неделю работы с Bluetooth гарнитурой, проверкой почты, лазанием в сети через Wi-Fi и так далее, аккумулятор мы заряжали раза 4. В общем, эта машинка вполне способна заменить ноутбук. Из минусов можно отметить некоторую задумчивость и приличный для коммуникатора вес. А цена вопроса – около 30 тысяч. Голод! Ты прикинь, тут предлагают девушку за место тебя и меня поставить. Это возмутительно! Полностью согласен. Ха, Зохан! Зохан вообще за то, чтобы я в противогазе ходил. Ему, наверное, твоя рожа не нравится. А что, если мне рожа Медведева не нравится, он должен в противогазе по этому поводу гонять, что ли? Гаджет нас сейчас забанят. Мне все равно. Уважаемые спецслужбы, лучше посмотрите на очень дорогой девайс. Не присмыкайся перед ними, трус! Philips Pronto TS-U9400. Дорогой и стильный аксессуар. Он представляет собой универсальный пульт дистанционного управления любой бытовой техникой. От стереосистемы видеомагнитофонов до кондиционеров и систем освещения. Аппарат рассчитан на работу в многокомнатных домах и легко интегрируется в систему цифрового дома. С технической точки зрения это специализированный ручной компьютер с сенсорным экраном, клавишами, разъемом мини-USB и даже стилусом. В аппарате стоит процессор FreeScale с частотой 266 МГц и 64 МБ памяти. Но набор кнопок типичен скорее для пульта. Регулировка громкости, переключатель каналов, выключение, вызов меню, управление курсором. Особо стоит отметить кольцо прокрутки. С его помощью легко листать длинные списки. Но большинство продвинутых функций доступны с сенсорного экрана. Интерфейс дисплея удобный. Например, список каналов выводится в виде небольших пиктограмм. На экране отображается и статус устройства, состояние батареи, название текущего раздела и так далее. Система способна управлять техникой с инфракрасными датчиками и радиомодулями. В памяти устройства хранится база управляющих кодов плюс режим обучения и возможность создавать макрокоманды для нескольких действий одновременно. Теперь я знаю, как именно люди с жиру бесятся. Они покупают пульты дистанционного управления за 40 с лишним тысяч рублей. Нет, агрегат неплохой, но пульт дистанционного управления за 43 999 рублей – это, знаете ли, дороже очень приличного ноутбука. Слушай, Голос, ну ты сегодня девайсы выбрал. Че такие дорогие-то, а? Хотя ладно. Знаешь, чего они хотели больше всего, а? Нет. Чтоб мы с тобой местами поменялись. Хм, забавный бред. Че, сделаем? Ну, как хотите. С вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки? Пока-пока. Теперь я внутренний голос. И даже умею читать рэп. Йоу. Субтитры сделал DimaTorzok